Привет всем! Новый день, утро. Полина не спала, разбудила меня. Нужно идти платить за электричество. Мы прошлые две недели пропустили. Мы в субботу вообще забывали за это, а в воскресенье они были закрыты и не работали. И вот вроде третье воскресенье. Я жутко хочу спать. Я не выспался. Я поспал всего два часа. Ну, попробую встать сейчас, одеться и пойти таки заплатить за электричество. Вот так моя грядка выросла. Такая получилась травка. По-моему, она значительно отличается от той, которая выросла на месте цыплаков в прошлом году. Я пошел платить за электричество. За апрель там почти 1700 рублей получилось, 1681 рубль. И вот такие там собачки забавные на столе стояли. Там к нам подошла женщина, у которой тоже нет воды. И она начала спрашивать, когда мы будем проводить воду, потому что ей тоже приходится носить воду в бутылках к себе на участок. Только до большого дома. В большом доме нет, потому что из-под них вроде как течет. Там где-то внутри. Я ж ему сказала, говорю, ну проведи мы купим сверху трубу, где вот отсюда, и проведите к нам ее. Я говорю, что вы перекрыли, оно стало морки, и что? Ты ж видел там вода? Сделали, зацементировали, расширили, якобы хватает все. Но это или сказки, или правда, я не знаю. А то ж мы тогда сидели лет пять назад, потому что смещение произошло, оползем. И тогда отрезали, у меня воды нет и у вас нету. А у меня шла сверхняя дача, где вот сейчас электрик снимает квартиру, рыжий такой. И я говорю, Саш, ну ты себе, я себе сверху проделал, и все. Ну понятно, что ему нам давать. Потому что раньше же труба, она шла в земле, там вот это все, городская. И все, а сейчас уже вот такое, теперь надо разрешение у соседей спрашивать, можно ли протянуть трубу, якобы Сергей такой. Сейчас пойду спрашиваю, сколько же надо ждать, все лето? Меня интересовала покраска моста. В прошлый раз это происходило в 2018 году. Он уже фиговенько выглядит. Я все хожу, думаю, вот бы его в два или три тона покрасить. Гайки, что на нем здоровенный, в один тон, тросы там в другой. Выделить что-то красиво, там черный с золотым, например, или еще какие-то варианты, черный с серым. Ну, можно было бы яркое что-то, но мало людей пожилых, которым нравятся яркие цвета. И вон там, короче, бригада, 4 или 5 человек, занялись мостом, начали его зачищать шлифовальными машинками, провода туда провели. Походу, наняли людей, чтобы перекрашивать мост. Вокресенье, погода хорошая. Я надеялся, что может кто-то насчет чего-то напишет. Написал человек по поводу камеры ZV-E10. Хочет вроде посмотреть, не знаю, может купит. Надо готовить тогда ее. Возьму файл и начну выгружать. А то у меня там 45 гигабайт видео осталось. Не стал с нее выгружать, на компе тоже мало памяти. Так что займусь освобождением и зарядкой. Муравей по зонбуку бегает. Началось тепло. Весна пришла. Живно стяжело. И ходит теперь по дому. Первые недели, когда она у меня появилась, я с нее освобождал место. Файлы выгружал. А сейчас там лежит 48,5 гигабайт файлов. Я решил их там и оставить. Забросил это все дело. Лежит она у меня на полочке. Заряженная полностью. И с кучей файлов. Осталась у нас одна трубочка в наличии. Это Полина мне оставила. Сама тут другие вещи уже. Яблоки поедает. Я в общем приболел, когда начал блочить это дело. Вредно же сладкое еще есть, пока болеет. Ну, теперь мне получше стало. Я, наверное, ее таки доем. Хотя чувствуется, что они такие удешевленные. Вот этот крем внутри, что должно быть сгущенкой. Он-то похож на сгущенку, но он с какой-то... С краплениями какими-то на языке. Как будто с мукой. Знаете, какие-то крапинки. Там то ли сахар, то ли мука. Он неоднородный такой. Чуть-чуть неприятно. В общем, чувствуется, что продукт дешевый. Хотя не настолько дешевый, как хотелось бы. Они бы могли стоить 139 рублей, а не 200. Там сколько мы их купили? 220-240. Перекусим. Скоро формула уже меньше, чем через час. Гонка формулы 1. А нам там человек написал по поводу... Блин, бардак какой. Надо прибираться. Вот мне хорошей мотивацией будет, если друган придет. Я позвал друга наиграть. Если он подтвердит, то мы будем носиться с Полиной, как жуки ужаленные какие-то, и прибираться в доме. В общем, если поиграть, он вечером придет. А так еще мама собирается прийти в вольер собачий продолжать делать. Она бы уже пришла. Она в 15 хотела прийти, но ей написал, что формула 1 будет. И она, видимо, отложила свой визит. В общем, буду хавать трубочку. А, это самая трубочка с надписью. Мне даже немножко и жалко, и страшно ее есть. Не знаю, может, я немножко суеверный. Трубочка с надписью. Приехал покупатель смотреть камеру. Долго смотрел ее. Мы вертели ее в руках. Потом уже просто общались о смартфонах. Такое ощущение, что он передумал. Он не мог сам себя уговорить на эту покупку. У него был 12 Pro, что ли, iPhone или 13 Pro. И она ему нужна была для фотографии. А прошлый ее владелец и я, у нас эта камера была по 3 месяца, и мы ее брали для видеосъемки. Подошел сосед, начал с нами разговаривать. Уже началась Формула 1. Полина уже вовсю на смарте смотрит прямо под солнцем. Формула 1, трансляцию прямую. Мы пытаемся вежливо от соседа как-то увернуть, уйти домой. В общем, камеру мы продали. Потихоньку от соседа отвязались и пошли смотреть Формула 1. Точнее досматривать, потому что мы так долго смотрели камеру, проверяли и общались с покупателем, что уже прошло полгонки. А этот подошел мой, бля, просто ногу поднял на него, поссал и пошел дальше. Я тебе говорил, когда-то с женой просила меня сделать забор. Ты с другом делал. А ж видишь, что получше. Не, ну вон сколько лет стоит в 16-15 году. Ворону не стоит, и, бля, мой хуй стоит, не 50 лет, бля, а у тебя валяется. И вот этот он видишь, так пиздец. Знаешь почему? А может отсюда вода идет, пиздец там. Через стена? Сидит. Это стоит? Ну уже не стоит. У меня уже 60 лет будет лучше. Это тот самый Семен Семенович, да? Гармуков, да. Забавно, что на подиум приехал Шарль Леклер, но толпа скандировала О, Фернандо Олонсо. У нас что-то крысам плохо. Одна мертвая лежит на первом этаже, и вот вторая сидит. Их, похоже, кто-то отравил, и они выходят умирать на улицу. Наверное, я точно не знаю. Вокруг нее мухи летают. Удивительно, как мухи чувствуют смерть. Животное еще живое, а они уже вокруг летают. Бедолага, даже не боится человека уже. Представьте, как ей плохо, что она уже не боится чела. Кошка толкает меня в руку. Представляете, у нее сейчас в организме идет борьба за жизнь. Ее организм, наверное, пытается бороться как-то с заразой, но она, похоже, умирает, судя по мухам. Я недавно на YouTube зашел без аккаунта через браузер. И мне именно в том браузере, в смартфоне, начали рекомендовать видосы, как люди находят животных, больных, кошек, чаще всего кошек, иногда собак в плохом состоянии, и показывают чуть ли не в таймлапсе, как они их подобрали и лечили. И он якобы находит кота, весь в мухах, умирающий, везет его в ветеринарку, его там лечат, он показывает его через 2 недели, через 6 недель, как он поправляется, как ему там залечили переломы, и в итоге кот становится нормальным, бодрым, как он с ним потом играет, и эти видосы некоторые там по 8 миллионов просмотров набирают. И меня удивляет, откуда берутся эти животные, у них, у этих каналов, контент на этом построен, найти животное в ужасном состоянии, на котором сидят мухи, отвезти его, вылечить, и выложить этот видос через пару месяцев. Так это очень подозрительно выглядит, как они могут оказаться в нужном месте, чтобы найти животное в критическом состоянии, ужасно больное. И вот такая крыс-юндра. Причем многие эти отравы, насколько я знаю, так работают, чтобы животное выбегало на свежий воздух, задыхалось как бы, и на свежем воздухе уже скончалось. Она сейчас там мучается, и мне ее жалко, ведь она, возможно, даже не портила предметы. Бывают крысы-уничтожители, которые все портят. А я же не знаю именно вот этот экземпляр, так сказать. Она, может, и не вредила. У нас на верхнем доме, на другом мы жили, крыса была ужасная. Она портила все, что есть в кладовке. Мониторы, игрушки, разрывала я с них, вытаскивала вату, ее не получалось поймать. И как только я начал с ней жестко бороться, и начал ловушки ставить, она тут же исчезла. Я ее не поймал, она в итоге исчезла. А эта вон пытается куда-то ползти, уходит в сторону, ползет. А ведь она просто, возможно, пыталась питаться, просто что-то съела. А ее отравили. Кто смотрел мультик Рататуй, помните, как с их стороны это показано, со стороны крыс? Они просто живут племенами и ищут пропитание. Полина яблоки дегустирует свежие светки. О, здесь тютина уже, во как. Она уже спеет, уже скоро топтать будем. Скоро все шлепки будут в ней. Прямо здесь. А вон она уже, спелая одна. Это ее жутер сосуд. Ого. Это дерево так махнуло в этом году, но как выросло, вот осенью, наверное, и в начале года, как оно растет, намного больше стало. Представляете, мама и ее порывалась спилить. Чуть ли не каждое дерево мама тыкает, говорит, надо его спилить. Это ужасно. 19 мая 2024 года. Все еще свежо и аромат классный такой весенний. Приятно дышать, чем-то пахнет хорошо. Запахи весны. А потом, потом мне их тяжело вспомнить, этот запах. О, хучка. Жук-адрес. И одна, одна там. Там еще есть. Да? Ага. Точно. Кузяо-кэт, как тебе крыса? Ты видел крысу? Легли поспали вечером, часов в пять или шесть. Мама пишет, ну вы даете. Она собирается ложиться спать, а мы только проснулись. Небо ясное, луна светит, на небе звезды. Город засыпает, просыпается мафия. Ага, игровая. Ходит по краю крыши, пугает меня. Хороший был день, наконец-то что-то продалось. Серьезных продаж не было несколько месяцев. Я уже забыл, что мы крайне продали. Может в прошлом году что-то. Уже май. Мы может уже полгода нифига не продавали. Так что день интересный. Принес продажу. Люди об этом говорят в интернетах. Продай то, продай это. Как будто это легко. Это сейчас стало невероятно сложная задача. Чищенный картофель. Грязный. Она что-то замышляет. Помните в гарике жри слизней. Ну, в общем, мы тут готовить что-то собрались. Полина особенно. И тут входит вот такой чувак упитанный. Вчерашний гость такой вот подобный не хотел хавать капусту, а сегодняшний не хочет есть картошку. У них какие-то свои дела. Куда-то он путь держит. Что даже еда ему неинтересна. По поводу Nintendo Switch некоторые советуют покупать там-то, там-то дешевле. Типа не за 40 тысяч можно найти там на маркетплейсах еще где-нибудь. Можно на авито за 23 тысячи доставкой попробовать, да, с другого города. Не шитый. Но, что штука, это же не PSP-ха, где ты в МОД диск купил за тысячу, там, или за сколько, за 800 рублей какой-нибудь классный и играешь. Игры стоят-то офигеть, сколько на Switch. Вот представляете себе ситуацию. Смотрите, вот Red Dead Redemption офигенная игра, я бы себе ее взял с открытым миром вестерн. 6 тысяч 100 рублей стоит, якобы есть в наличии в DNS, можно взять. Представляете себе ситуацию, допустим, продавец хороший из другого города отправил мне Switch, оно реально доехало за несколько дней, он приезжает, я его на пункте там где-то забираю, осматриваю, что он не залитый, нормально выглядит, но у меня нет игр на него вообще, и я не хочу заводить там никакие аккаунты, у меня интернета-то нет, и желания нет в аккаунтах там каких-то регистрироваться. Нужно хотя бы одну-две игры, да, чтобы поиграть и первую какую-то радость испытать, а у меня этих игр нет. И получается, что как когда-то у меня не было PlayStation 3 еще, первой моей PlayStation 3 за все время, а я уже купил себе диск MotorStorm, у меня там два или три месяца может лежал под столом диск MotorStorm'а первого, хотя еще не было приставки, и когда я ее взял, мне уже было что запустить, хотя я быстро там начал игры покупать, и у меня прям коллекция начала очень динамично развиваться на PS3. Вот я и думаю, может где-нибудь взять, ну не вот так, конечно, за такую цену. Еще что хотел сказать, 6100 рублей мы за эти деньги можем, знаете, что купить? Мы можем PSP купить, 2000-е, 3000-е, можно PSP Go купить. То есть сейчас просто одна игра на Switch стоит как игровая приставка от Sony. Это жестко. Hogwarts Legacy, якобы тоже есть в наличии, можно взять, 6000 рублей тоже стоит, как Red Dead. Witcher 3, 5100 рублей, Spyro, Dragon, Reignited, что-то непонятное, непонятно, как так, 2250 рублей, хоть иди и покупай. На фоне 6000 рублей, это прям дешево. Я вам больше скажу, 6100 рублей, это не максималка. Самая дорогая игра, что я видел на Nintendo Switch, и она вроде не одна такая, стоит 8300 рублей. 8300, а за эти деньги вы уже в каких-то городах можете купить не PlayStation Portable, не PSP, а саму, блин, прошитую PlayStation Vita. Вот, что я себе взял бы, наверное, если бы у меня был не шитый Switch. Это вот точно сотни часов, потому что мы только начали играть с Полиной, у меня там, наверное, к 30 часам дело идет, у Полины 75 примерно уже часов наиграно, и игра еще не пройдена, и, по-моему, даже близко к этому не идет дело. Zelda Wild 2017 года, 5500 рублей, 5500 она стоит, и это, наверное, именно одна из тех игр, которую стоит брать на карте памяти, чтобы она у тебя там стояла, как GTA Vice City Stories, PSP, большой, открытый мир, в котором ты можешь проводить сотни часов, ты можешь играть в нее не один раз пройти, как многие игры, а играть в нее постоянно, годами. Вот есть у тебя приставка 5 лет или 6, и все это время ты играешь в эту игру, жаришь яблоки, гуляешь по природе, что ты там исследуешь. Я вот пока что запустил две, 2017 и 2023 года Зельды, мне 2017 намного больше понравилось, она вроде как летняя, зеленая такая, природная, а та новая, она осенняя, и там какая-то дичь, нереальщина происходит, там, во-первых, хоррора насыпали, ужастика, а во-вторых, там летают поряд куски земли в небе, ты думаешь, что за бред вообще, когда этот бред-то кончится, дайте слезть на землю, я 6,5 часов там отыграл, мне на землю слезть так и не дали, так что, блин, вдобавок к тому, что я до этого говорил, там возможности очень странные в Кингдом, так она еще и мне в реале не понравилась, когда я ее запустил, возможно, потом поиграю, но пока что, пока что играем в Вайлд. А вот, собственно, новая Зельда 23 года, Кингдом, и она вообще стоит 8 тысяч рублей, 8, вот ее я, наверное, не купил бы, 5500 за Вайлд, это норм, она хороша, а вот эта совсем другая по настроению и как по мне не то. Человека смотрел на стриме, мнения разделились, кто-то пишет, что хочется в Вайлд возвращаться, чудесная игра, сам прошел два раза, девушке подсунул, она проходит, там, как же я завидую тем, кто ее проходит первый раз, вот такие комментарии, а кто-то, кто-то пишет, что ему очень понравилась в Кингдом новая система, сборки, там, гаджетов, транспорты собирать, что им зашла эта осенняя вся атмосфера и в эту старую теперь не хочется возвращаться, потому что здесь нет каких-то функций, я вот больше сторонник первой части, получилась она более такая сочная. Забавный отзыв к Зельде Вайлд, муж был рад подарку, как ребенок, неделю было не оторвать от Нинки, вот так вот жена подарила, мужа не оторвать от Нинки. И тут меня занесло на Авито, я нашел сразу несколько объявлений, причем вроде бы у нас в городе Зельда Вайлд стоит 3 500 у людей, у всех в объявлении одна и та же цена 3 500, у одного человека 4 тысячи, в магазине в DNS 5 500 это английская версия, русская вроде как есть, 5 800 стоит, у этих 3 500, так что вот так вот, 2300 рублей новая от бэушки отличается. Это, к слову, если бы я хотел взять себе не чипованный свитч, дать сушный за 23 тысячи рублей где-нибудь заказать и Зельду к нему, да, а чиповать его потом как-нибудь отдельно. Но опять же, цена одного диска бэушного 3 500 это как половина чиповки почти, потому что некоторые пишут цену поменьше чем 8 тысяч, которую мне озвучили. Я вот нашел объявление, тут два крэша по 2000 рублей за каждого в другом городе, если бы купить 4000 вышло бы. Знаете, что меня еще сильно отталкивает от лицушек свитча? Там пустая коробка внутри. Я ролики у людей смотрю с распаковкой, там всего нет. Ни бумаги тебе никакой, ни подарочков, фишечек, ни внутриигровой карты мира, ни постера на стену. У нас как на PSP принято. Ты там, во-первых, диск видишь, довольно большой, а карта памяти маленькая. Ты визуально как бы не кажешься обманутым сразу, там хотя бы что-то есть. А на другой стороне диска, там лежат бумажки всякие, коды, активации, какая-то книжечка, может быть, инструкция, хоть как играть, или еще что-то такое. Если это игра с открытым миром, типа Elder Scrolls 5, или Red Dead Redemption, то там еще и карта внутриигрового мира. В GTA Vice City Stories там тоже карта города. Ты это можешь разровнять там, выгладить и повесить себе на стену или беречь ее годами. И ты получаешь что-то физическое, кроме самой игры. А тут ты просто получаешь карту памяти внутри коробки. Там всего нет. Можно предположить, что до конца видео досматривают самые преданные зрители, постоянные. И хочется надеяться, что без перемоток и ускорений. Короче, когда я начинал этот канал заново вести в начале года, наверное, в январе, в самом первые видео, когда выходили, был человечек в комментариях, который написал, что эх, жалко, просмотров у тебя совсем нет, надо бы тебе помочь. Есть вот такой PIP-сервис, я название его не помню, и он помогает продвинуть каналы новичкам. Я этот коммент заскринил даже, кажется, в YouTube-студии. Не помню, успел ли я на него ответить, но по-моему, он пропал. Сейчас некоторые люди жалуются, что я удаляю комментарии у себя под роликами, причем даже не обидные, и народ не понимает и до сих пор не знает, что это такая сейчас фишка на YouTube. Комменты пропадают даже мои под чужими роликами на очень популярных техноканалах. Ты у кого-нибудь, у Валентина Петухова, еще у кого-нибудь, у Розетки, ты оставляешь комментарий о каком-нибудь смартфоне, и он долей вероятности большой пропадает, особенно, если ты что-то про Apple пишешь. Без ссылок, без оскорблений. Помните, ваши комменты исчезают, и это не модератор канала, это не автор их удаляет. Я не знаю точно, что это, но превьюшек же сейчас нет на каналах, превьюшки же исчезли, ты же тыкаешь сейчас в пустоту, и это, говорят, связано с блокировками вот этими, то, что мы сейчас в такой стране живем с вами. И, возможно, из-за этого нет превьюшек, и из-за этого пропадают комментарии. В общем, чего хотел сказать, если тот человечек меня до сих пор смотрит, который предлагал мне этот сервис с продвижением, вы еще такую фразу написали, что вот я себе использовал этот сервис, и они помогли мне набрать целевую аудиторию и подписчиков. Если вы смотрите, то напишите, что ли, где-нибудь отметьтесь вконтакте или здесь в комментариях. Здесь, кстати, в комментариях я с большей долей вероятности замечу, чем вконтакте. В общем, я бы мог денежку подкинуть, как мне все это сделать, дать пинка моему игровому каналу, а то он лежит там вообще на дне, и у меня, соответственно, нет мотивации им совсем заниматься. Хорошо, что кто-то дал пинка этому каналу, иначе я бы его уже давно забросил, естественно, если бы не было вас здесь всех, потому что каждый день ролики я точно бы не выгружал. Вот так, вот столько просмотров есть, сколько есть, и это уже хорошо, это уже дает пинка, в свою очередь, мне заниматься этим каждый день. А на этом сегодняшний день окончен, увидимся завтра, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok